В нашем регионе возвращается «Джаз Май». С 21 по 23 мая пройдет юбилейный, 10-й, международный фестиваль джазовой музыки «Джаз Май Пенза-2021». Чему, конечно, мы все очень рады, потому что это событие собирает всегда очень много любителей джаза. И мы видим на наших площадках десятки тысяч людей. Это жители нашего города, это гости из других регионов, которые специально приезжают на эти три майские дня окунуться в «Джаз Май». Я считаю, что это один из лучших джазовых музыкальных фестивалей по Волжье. Если говорить о программе фестиваля, то по понятным причинам она в этом году состоит преимущественно из российских музыкантов, из российских коллективов. Лично для меня, как в данном случае для программного директора, это скорее плюс, чем минус, потому что я очень рад, что та очередь из российских музыкантов, которая копилась на протяжении нескольких лет, последних, мы ее более-менее как-то нам удалось упаковать в программу этого года. Статус международного фестиваля по-прежнему подтверждает формально, по той причине, что в этом году в программе заявлен Бенита Гонзалес, великолепный пианист, американский пианист венецуэльского происхождения. Он играл с Кенни Гарретом много лет, с одним из самых известных саксофонистов мира. То есть это просто первый эшелон международного мирового джаза, мировой импровизационной музыки. И кроме того, еще один как бы иностранец, это Карлос Энрике Эчевария, замечательный кубинский саксофонист, который попал в Россию перед самым карантином. И что-то так ему тут понравилось, что тут он и решил пока остаться. Первый день у нас фактически это фестиваль в фестивале. Есть замечательный лейбл Rainy Days, питерский джазовый. Это действительно один из самых прогрессивных джазовых лейблов. Ну, России-то уж точно, но я могу сказать, я думаю, без всякого преувеличения, что и Европы тоже. То есть все самое интересное, что в российском джазе сегодня происходит, оно выходит на лейбле Rainy Days. Это мозаика всего лучшего, что сегодня российский джаз собой представляет. То есть там будет коллектив Саши Машина, собственно, барабанщика, коллектив Макара Новикова, прекрасного контрабасиста, который к нам тоже уже не раз приезжал и которого многие знают, любят. Это, опять же, по моему мнению, лучший именно джазовый контрабасист России. Прекрасная певица Алина Янгебарян, которая сотрудничала с легендарной группой Снарки Папи, со всемирно известной группой, которая стала лауреатом премии Грэмми. И вот она была ее штатной вокалисткой, пока жила в Соединенных Штатах Америки. Коллектив Бенита Гонзалеса, про который я уже упоминал, и питерский такой десант Евгений Пономарев, прекрасный пианист со своим ансамблем. Второй день. Это невероятный тромбонист Сергей Долженков. Я думаю, что большинство аудитории отношение к тромбону, оно такое несколько недоуменное. То есть этот инструмент, он вообще как-то на периферии сознания обычно, да даже и меломана находится, по сути, потому что очень мало тромбонистов-солистов, тромбонистов-бенд-лидеров. Вот в частности Сергей Долженков один из них. И то, что они на сцене устраивают, это настоящий ураган. Тут же добавлю, что участниками его квинтета являются Антон Довидянц, который многим знаком, который здесь играл с блестящим барабанщиком Дамиеном Шмидтом в 2018 году, когда буквально зал взорвался какой-то финальной дискотекой в итоге, когда все зрители повалили на сцену, потому что невозможно было себя сдерживать. И еще их партнером по сцене станет Евгений Побожий, гитарист оркестра биг-бенда Игоря Бутмана, и человек, который в прошлом году стал победителем конкурса, раньше назывался конкурс Телониуса Монка, теперь он переименован в конкурс Херби Хэнкока. Это самый авторитетный джазовый конкурс мира. И то есть официально, получается, к нам приедет лучший джазовый музыкант мира, ну, по крайней мере, по состоянию на прошлый год, лучший джазовый гитарист. Второе отделение — это группа Вадима Элленкрига, Элленкриг Крю. Элленкриг — прекрасный трубач, известный телеведущий, и второй, наверное, после Игоря Бутмана — медийный персонаж современного российского джаза. В его составе, кстати, что интересно, будет выступать Дмитрий Мосипан. Это, в свою очередь, саксофонист, который несколько лет назад стал победителем телепроекта «Большой джаз» на канале «Культура». То есть, ну, тоже, в общем, еще один лучший, официально признанный лучший джазовый музыкант в стране. Ну, в третий день, значит, помимо Сергея Монокьяна, который, опять же, не нуждается в представлении, который просто, безусловно, легендарный российский джазовый музыкант, человек, который не теряет музыкальную форму, находится в прекрасном тонусе джазом творческом уже несколько десятков лет, лучший сол-певец некогда Советского Союза, теперь России, и прекрасный музыкант, композитор, пианист. И в первом отделении мы себе позволили немножко отойти от рамок, ну, точнее, не немножко, а, честно говоря, серьезно отойти от рамок чистого жанра, вот именно джаза как такового, да, то есть это будет больше, по вкусу придется любителям неоклассики и академической музыки, проект Дмитрия Силипанова, прекрасного кинокомпозитора, который играет с квинтетом, со струнным, с мочковым квинтетом, который называется Open Sound Orchestra. Это будет очень красивая музыка, значит, с видеоинсталляцией, и вот в этом году мы решили привести такую музыку, которую, ну, отдельный ее концерт собрать было бы крайне сложно. То есть именно благодаря, я думаю, включению в фестивальную программу люди ее услышат, ее оценят, и, в общем, такой вот элемент, не знаю, может быть, просветительский, что ли, с нашей стороны, он реализован в этом году вот в таком решении. Я хотел бы гостей фестиваля попросить соблюдать санитарные нормы и правила самим лично и с пониманием отнестись к тем ограничительным мерам, которые будут внутри киноконцертного зала Пенза действовать. Кроме того, сообщаю, что в настоящее время билеты уже можно приобрести на сайте Пенза-концерта и в кассе здания филармонии. Билеты, максимальная цена билетов 800 рублей, минимальная от 700 рублей. Билеты в ограниченном количестве в этом году будут в связи, так сказать, с ограничениями. Поэтому всех ждем, торопитесь, билетов на всех может не хватить. Надеемся, что хватит на всех. Продолжение следует... Продолжение следует...